Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я хочу показать, что я привез из Италии. Вот. Ну, это вещи, то, что я себе купил. Это все вещи, что я привез. Это мне подарила Колина мама. Такую футболку с розовыми полосками, с красными. Это как флаг Италии. Вот. Вот такую. Фирма Элиза. Эстаблишет. Вот. Размер XL. Вот такую. Спасибо. У нас сзади беленькая такая. И тебя за мухрышка лежит. Эх, погрызь меня. Насав меня не прям в туфель. Да? Да? Там стоит сушиться на балконе. Что, тебе опять на анализы вести? Тебе опять креатинин повысился в ночевиной месте. Так. Вот такая вот, видите, Акатон Шилк. Вот, Катон Шилко такой. Ну, порви мне рубашку итальянскую. Какий-то коматозник. Лежи уже. Аллегрова. Фирина Аллегрова. Где? Да. Это подарки я отнесу. Там, Эдик, Огульнас. Чуть-чуть детям тут. Что такое? Что такое? Ах ты бандюга. Ах ты бандит. Не буду, по-твоему. Не буду. Не буду. Нет? Ах ты бандит. Ах ты бандит. Ах ты бандит. Ага, тянешься. Это рубашечка. Я ей меряю. Такая красивая, цветастая. Я думал, кстати, ее на свадьбу одеть. Но теперь чего-то... Томас, пожалуйста. Граут. Вот такая XL-ка. Рубашка. Сейчас я ей даже напяли на себя. Вот мне кажется, что вроде ничего. Чи ничего хорошего, чи ничего плохого сказать нельзя. Ну вот так вот. Как-то такая рубашка. Вот. Типа цветастая, чи что. Таким цветочком. Видите, абажурчиком. Ромашки. Тури полевые цветы. Такие красивые. Орнамент. Ну вот такая. Не знаю. Как вам. Стоит она 5 евро по скидке. Была 15,95. 69% скидка. Так аут. Вот. Вот такая футболка. Смотрите. А, кстати, вот эта футболка, смотрите, 19,99 евро стоит. Что Кумина мама подарила. Вот еще одна футболка. Значит, обезьяна. Две обезьяны. На пальмовой бутылке. Потому что тут листья идут от бутылки пальмовые. Та держится за крышечку. Тут птицы накакали. А тут обезьяны. Одна обезьяна залезла за горлышко, хочет открыть. А вторая хочет листочком пробыть. Дурни, вот такие киты. Вот такие дуры. Да, да, давай, да, давай. Уже шоу-то у дивана. Уже выкидывать. 12 тысяч в сраку. Так, сейчас я эту прикину на себя. Ну, футболка вот выглядит вот так. То есть, как-то там, мне кажется, что плечи как-то топырятся сзади. Видите, как будто там, ну, должен быть Фредди Крюгер поднесен. То есть, как будто для атлетов каких-то сделан. Знаете, как подшивали вот такие вот плечики раньше. Что-то такое впечатление, как что-то подшито, но не до конца. Но как-то, как, видите, как то ли на плечике висело, оно на тремпеле. И оно оттопырилось, то ли оно по своей форме так топырится. Но, я думаю, что ее, если простернуть, то будет нормально. Такая футболка с обезьянками. Незатейливая такая. Ничего личного, ничего личного. Вот. Незамысловатый рисунок. Ну, по крайней мере, ни у кого такой не будет. Ты будешь ехать по городу и наслаждаться тем, что ты один в своем экземпляре. А не як со скотомогильника. Так, дальше еще лучше футболка. Вот такая. Это футболка. Типа футболка спайдермена, я думаю. В очках какой-то чикароль, чикарона. У него чири-то смайлик в очках. Шприц. Шприц. Непонятно, что это. Но, в общем, вот такая футболка. Это вот следующая футболка. Вот это, которая спайдермена футболка. Вот такая, она удлиненная. Слабо 1 ватая на меня. Я немножко сейчас подтягиваю живот, потому что, если вы не подтягиваете, то оно как будто тебя вспучило. То есть, ну, надо худеть. Вы поняли. Вот так. Если расслаблю, то не очень красиво. Вот так получается. Вот поэтому не расслабляюсь. Вот. Ну, такая рожа на нем выпирающая. То есть, можно подумать, что это не я, а футболка. Она выпирает, потому что так немножко. Вот такая вот хлопчатая футболочка. Мне нравится. Еще футболка такая беленькая. Ничего особого. Знаете, ну, что-то мне не нравится. Вот эти сейчас пошла мода новая. Якорь. Якорь вниз. Какой-то бред собачий. Якорь вниз. Куда? Вот. Вот это хотя бы круг. Хотя бы можно раскрутить что-то. А так, неинтересно. То есть, я этим не болею, но вот такие какие-то странные сейчас тенденции в моде, что я такого не понимаю. Вот. Это вот то, что касается футболок. Это все футболки. Сейчас я померяю то, что Колина мама подарила. Вот такая. Воротничок можно делать стоечку. Сейчас так модно. Носят успешные люди. Ну, так типа. Ну, бирки надо срывать, конечно. Так что, вот такие футболки. Штучек пять из себя их привез. Вот. Одна эта рубашка. Вот. Потом с обезьянами. Вторая футболка. Третья вот эта серенькая с мордой. Четвертая вот эта вот беленькая. И пятая на мне. Вот пять футболок всего лишь я себе привез. Из Италии. Ну, еще я купил они в стирке штаны. Белые. Босоножки. На свадьбу. Туфельки на свадьбу одевал. Пояс и рубашку специальную. И носки. Вот. Вот это то, что я купил отдельно в магазине. Я себе купил вот такую вот кофточку. Вот. Это на осень, на весну. Такая футболка. Или под куфточку носить можно такую футболку. Я считаю, что это нормально. Ну, как кофточка. Легкая. Размер тут L. Причем размеры у них разные. Там где-то L, где-то XL, где-то тебе M-ка большая. Странные размеры. Но итальянцы они нестандартные. 9,95 евро такая штука стоит. То есть 300 гривен. 330 гривен. Одна из самых любимых покупок моя в Италии. Это вот такая кофточка. Размером она M-ка. Это M-ка за 10 евро. Прекрасная куртка. Тоже можно носить, когда дождик. Когда осень. Когда холодновато. Она на меня как раз хорошо. Если я, конечно, не подстреляю их дать, то отлично. Она не маленькая, не большая. Как раз по мне. Вот рукава поднимаются. Руки тоже. Капюшоном. Здесь можно вот так накрыться. Капюшон небольшой. Знаете, когда одеваешь капюшон вот так высыть. Или одеваете капюшон вот так в натяжку. Знаете, как у бахатронщика. Вот мне нравится такой цвет. Мне нравится, что такое ни у кого больше не будет. У меня, конечно, есть уже курточки свои. Как бы, но хотелось купить именно одну. Какое-то, чтобы доставить себе хоть какое-то удовольствие. Вот. И еще я купил штаны джинсовые. Одни. Хотел взять пары 2-3. Потому что у меня, ну, нету, в принципе, нормальных джинсовых штанов. Вот. Ну, решил купить. Ну, одни только нашел. Потому что одни мерил, порвал прямо в раздевалке. Ну, как порвал. Там были дырки на коленях, невидимые. Вот такие тонкие, разрезанные, как бы торези. Но я могу раз аж доступнее. Вот джинсы, которые я купил. Значит, 9,99. Стоит тоже 300 евро. 330. Это 40, какой размер. Непонятно, какой размер. Ну, очень красивая модель. Непонятно, где она made. Верма в Италии. Ну, хорошие штаники. Сейчас я посмотрю. Вот. Уже в Америке. Непонятно, ребят, не могу найти. Вот такие штаны. Они, знаете, сзади как будто подтёрты вот эти. Но у меня лыдки огромные. Когда я их одеваю, то получается, что у меня лыдки как будто ещё больше. Просто белый цвет он полнит. И такая лыдка получается, как, знаете, вроде, как груша. Ну, а... И у меня грушами, конечно. Вот тут такие джинсы. Вот они светленькие, типа. Как бы он издалека показать. Чтобы вы увидели. Сейчас я вам покажу. В той комнате камеру поставлю. Вот так, сзади. Вот так, спереди. Ну, нормальные. Они без пояса на мне держатся. Вот. Сзади, вот, конечно, лыдки вот эти, потому что я говорю, видите. Там сзади, как будто бы, ну, такие места. Выточная зона, вот эта. Она, видите, от белого цвета. Чтоб поднять, чтоб вам видно было. От белого цвета она ещё больше. Видите, делается вот это белым вытерто. Вот если видно. Вот так. Вот такие штаны. Ну, мне нравится белый цвет. Это, ну, это не белый, это светло-синий цвет. Он, в принципе, красивый. Садись, сажусь, я в них нормально. То есть сажусь, встаю нормально. Ну, это, по размеру они мне подошли, их не надо подрезать. Понимаете? Вот. А сейчас я вам покажу ещё кроссовки, которые я купил. Видите, это вот одни кроссовки. Цену, конечно, не помню, это я покупал в магазине. По скидке я взял 42 размер, потому что 41 мне показался маловат. Вот, ну, что-то понимает в фирме. The Original Golf Club. Синция, 1995 года. Вот тут мужик с клюшкой. Гольф играет. То есть, такая тут ткань, типа замша такого. С сеточкой, но, думаю, они дышащие. Неплохие на ноге. Вот, мне понравились. Красная полоска. Скромно, знаете, ничего лишнего. Нет никаких наворотов, разворотов. Вот, следующие вот такие кроссовки. Вот. С телефоном. Фирма I'm N. Магазин. Там я покупал. 41-й это размер. Эти вот тоже, они такие лёгкие. Ой, а что там такое? А, там бумажка. Бумажка. Вот такие вот вторые кроссовки. Третьи вот такие. Эти вот, 19,99 евро стоят. На этих цена осталась. Вот. Они, знаете, сделаны как, типа, типа, знаете, гамаши, стягивающие внутри. Вот, типа, как резинка от чего-то. Вот. 19,99. Вот такие. Но они красивенькие тоже. Мне нравится вот, когда белая вот эта штука по бокам. Как-то я так привык. Вот эти другие немножко. И ещё я купил вот, типа, спортивных, но они сейчас сушатся на балконе. Тех, что я на свадьбу ездил. Вот эти четыре пары. Вот эти, эти, эти. И те, которых я был на свадьбу. Которые в магазине купил. Всё. Ну, штаны вот мне нравятся вот эти. Так, ещё покажу. Видите, они по длине. Вот более-менее вот не надо, ну, подшивать не буду. Просто подтянуть чуть повыше. Вот. Вроде нормально. Сзади-то колытка вот эта, видите, бомбезная. Пока снимал видео, весь мокрый. Знаете, что-то такое впечатление, что в голове как будто раны. Вот чешется вот тут голова от того, что я ночью проснулся. Вообще мокрый-мокрый. Ну, я не включал ни кондиционер, ничего. Потом чуть-чуть включил кондиционер, чуть-чуть вентилятор. Так, чтобы на Томаса не попадало. И от голове, что тут болит как будто бы ранки в голове. То ли от пота, то ли от чему-то. Сейчас покажу то, что я привёз из продуктов. Так, из продуктов у меня вот такие соусы итальянские. Вот. Это тунец. Вот такие баночки с тунцом. Вот. Такие макароны. Я привёз. Вот такие макароны. Макароны не привёз. Вот. Такие меленькие, типа на лапшичку варить надо. Вот. Это то, что касается макарон. Вот такие. Тут у меня, значит, Филадельфия. Такой сыр. Вот такая палка колбасы. Одна, вторая. Две я такие взял. Вот одна. Вот вторая. И вот палка колбасы. И такой вот сыр. Вот. Это то, что из еды. Ну, бутылка лимончелло. Подарила зрительница. Спасибо огромное. Это то, что я припровожала нас. Тут ещё есть моцарелла. Целая упаковка. Вот. Очень вкусная, кстати. Что я тут просил. Такая. И шоколадки. Вот. Шоколадки. Ну, это всё, что я привёз. Из еды. Бармотик выжить. Ах, итальянский обармотик. Пайдро Томас. Э? Сеньор Томас. Эть. Ковелдик. Эть. 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 Эх. 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 Эх ты. Чума Роза. Чума Роза-то такая. Это подарки небольшие. Ну, всё, что мог привезти. Потому что... Сейчас думаю, что можно было, знаете, в принципе, накупить. Оттуда отправить каким-то вот этим посылкой передать. Ну, уже всё. Потому что, знаете, покупать, выбирать, ходить. Это тоже не такой быстрый процесс, как кажется. Это будешь, знаете, только неделю выбирать подарки. Поэтому... Всё, что смог, то привез, да? 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 И тебе досталось, да? И тебе там досталась рукавичка. Да? Да? Мерзавство. Такому рыжему. Ох ты! Ох ты! Хомлюга рыжий! Мерзавство. Ох ты! Ох ты! Ох ты! Мерзавство! Не надо! Не надо! Я этого не заслуживаю! Я не заслуживаю этого! Ты ставь, я цикли твои убирал! Иди понюхай на мои кроссовки, которые стоят на балконе! Ты знаешь, сколько он стоит? Не смей, Томас! Не смей, я и так уже тифом побытый! Нет! Успокаивайся! Все! Я думаю, что оно? Воня, что оно? Воня, пригляделся, он аж туда нассал. Видите, потек. Вот, внутри. Тут такого нету, тут ровно. А там он потек именно. Видите? Оно нассало прям внутрь. А теперь уже хрен ты их отстираешь. Вот это вот те, которые я на свадьбу одевал. Это четвертые метки. Но они неплохие. Пришел? Да? Секунду, а? Привив следом на место преступления. Да? Хайван. Вот хайван хитрый, да? О, хитрый хайванчик. Да? Ага. 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 Мод.